Дорогие друзья, мы здесь с Доном Мазаренко, первый с днем рождения. Спасибо. Второй, опять один год закончился, топ-8 закончился. В прошлый раз мы говорили, это был только проект. Да, только проект, и ты думал, думал, как будет, будет. Но все прекрасно, по твоему мнению. Ну, на самом деле, очень много было подводных камней. Мы знаем, что великая трагедия, потеря Андрея Пушкаря, который тоже готовился к этому, топ-8. Потом, после Нового года имели операцию, имел Денис Цепленков, и, к сожалению, тоже не смог с нами участвовать в топ-8. Следующая проблема, это проблема Война Слав, которая запретила тому же самому Геннадию Киркини участвовать в нас на топ-8. И он, к сожалению, остался в Грузии, как главный тренер в грузинской сборной. На замену за Денис Цепленкова пришли Виталий Ларитин и Катер Глент Гарбай. Кстати, это была очень хорошая замена. И очень ударный год. Прежде всего, посыпалась критика. Почему нет американцев, где есть Майкл Толр, где у нас есть сейчас этот самый Дэйв Чаффи. Почему нету того, почему-то нету там-то. А вот лучше было бы так, а вот так. И вообще, нужно вам топ-8 закрыть. Зачем это нужно? Ребята, это же пилот. Вы должны понять одну правильную вещь, что мы сделали пилотажный вариант. То есть, мы сейчас, пилотный вариант, мы сейчас показали всеми, доказали, что, во-первых, а, люди получили деньги, призовые деньги. А это 121 тысяча долларов плюс 24 тысячи бонуса. На первом и втором этапе спортсмены получают бонусные деньги за каждый выигранный раунд. Это 500 долларов. За каждый выигранный раунд получают 500 долларов. В третьем этапе, в финальном, понятно, люди уже приезжают сюда, чтобы получить свои призовые деньги. Первое. Второе. Мы обкатали страны. То есть, мы знаем, с кем работать, как работать, как доставать деньги. На то, чтобы провести одни, все вот эти три этапа. Это тоже огромная работа, огромный проект. Приготовить до этого людей, которые занимаются съемкой, которые делают документальные фильмы, какую-то хронологию сохраняют и так дальше. Это все стоит деньги, 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 большие деньги. И время. И собрать коллектив. И этих, и, и, и очень много. И мы это сделали. Финал, вы все видели, знаете, понимаете, многих, кто был в середине, никто не скажет плохого слова. Кто видел это в телевизоре, может себе просто представить, сколько это стоило. Я вам скажу, это просто огромные деньги. В прошлом году ты сказал, что еще ты выкладываешь свои деньги для все. Как на этот год? Получилось что-то зарабатывать? Нет, в этом году не получилось зарабатывать. Мы доложили деньги небольшие. Почему? Потому что, во-первых, мы расширялись в нашем офисе. Мы купили сразу же, в прошлом году, когда ты был. Я имел маленький офис 62 квадратных метра. Сразу же после нового года мы въехали сюда на 400 метров. И со следующего года, 2020 года, мы еще добираем 400 метров. То, чтобы понимали, таким темпом, то через 3-4 года у нас будет целые объекты. Такая операция, какая... Да. С чем это связано? Во-первых, мы начали производство футболок, там, короче, печатной продукции всей. И для этого нужно было большие деньги. Почему и зачем это нужно? Во-первых, если что-то вы делаете, вы должны что-то продавать. Если вы делаете серьезные турниры, вы должны иметь свой мерчендайз. Вы должны иметь свои рекламные материалы. Все должно свое иметь. Не забывайте о том, что если вы этого не делаете, отдаете деньги на ветер влево-вправо другим, то вы, соответственно, много на этом будете тратить. И вот эта крупица по крупицам, плакатик до плакатика, футболочка до футболки, pay-per-view до pay-per-view, все, что вы, ребята, дорогие, нам даете, покупаете, помогаете, это все до копейки идет, не в Игоря карман. Я вот сижу с порвотами штанами, с дырами, это все для того, чтобы наша дисциплина спорта через несколько лет с гордостью говорили, что мы такие же самые, как и все, что у нас есть потенциал, что наши ребята звезды, и это очень важно. А теперь о звездах. Посмотрите на Ливана. До конца третьего, до начала третьего этапа, этот человек уже снялся в художественном фильме. Снимала английская съемочная бригада. В документальных фильмах, в телесериалах, в ток-шоу. Имеет одного спонсора, второго спонсора. Человек, которого на улице, вот когда-то поедешь, в Тбилиси, советую тебе приехать когда-то к Ливану посмотреть, на 10 человек, которые идут на встречу, 9 не дают ему проходов. Можно селфи, можно фотографии, когда ты будешь бороться с Теплинковым, когда ты будешь бороться с Лалетином, побеги, выиграй, и так дальше, и так дальше. Это очень важный фактор. Не только Ливан, а все, кто участвует на ТОП-8. Кедрегалы, такая большая звезда сейчас Казахстана. А тем более, что сейчас Кедрегали переходит в 95 килограммов, и там будет очень жарко. А это парень, который в 95 килограммов сделает большой шорох. Я вам говорю. Там вот, ладно, поговорим чуть-чуть про большой ТОП-8 ШАС, так мы знаем, что Рустам и Кедрегалы выходят оттуда, да? Кедрегали и Рустам уходят в 95 килограммов. Остальные? Остальные ситуации выглядят следующим образом. Это уже не секрет, могу об этом говорить. Итак, на Кубке мира среди профессионалов золотой тур первое место в абсолютке на правую руку выиграл Дмитрий Силаев. Он входит в чемпионский пул вместо Кедрегали Ангарбаева. Итак, в чемпионском пуле сейчас у нас будет Ливан Сагинашвили, Виталий Лалетин, Дмитрий Силаев и Евгений Прудник. Вторая четверка претенденты. С этой четверки у нас уходит в 95 Рустам Бабаев. И мы туда набираем без проходного поединка Красимира Кастадина. О, супер, супер. И теперь смотрите. Красимир Кастадинов, Тим Бреснан, Дмитрий Трубин и четвертый человек. Это у нас был Алекс Курдеча, которого ждет транзишн файт или проходной поединок. Кто это будет? Или это будет Тобиес со Шреции, или это будет с Литвы, молодой парень ваш, перспективный. Римкус. Мы будем смотреть по результатам, по мнениям наших специалистов и так дальше. И этот транзишн файт у нас будет под конец января, начало февраля. И тогда же будет у нас жеребка. И тогда уже мы сделаем полностью жеребку и ждем первого этапа, который будет проходить под конец марта, начало апреля. Супер, супер. Вот это я хотел узнать. Сейчас про 95. Мы знаем, что тогда Рустам там, Петренко там, Кедригалый там и Джон Берзенг там сразу, да? А последним еще будем какой-то транзишн файт или что там? Да, будут транзишн файт. Все сначала. Итак, Кедригалый и Рустам Бабаев перешли в 95 килограмм. Удалось нам подписать контракт с легендой мирового арбрессинга. Человек, который уже начал тренироваться. Ребята, этот парень так просто свою шкуру не продаст. Джон Берзенг. Легендарный Джон Берзенг попал в топ-8 в 95 килограмм. Итак, с Кубка мира среди профессионалов нам нужно было отобрать прежде всего 5 человек, чтобы была полная восьмерка. Как она отбиралась? Олег Петренко с первого места попадает в чемпионский пул до этих парней. Итак, первая четверка чемпионского пула. Это Джон Берзенг, Кедригали Ангарбаев, Рустам Бабаев и Олег Петренко. Самые сильные парни, кстати. Молодец. Со второго во второй претендентский так званый пул попадает у нас Олейников. Олейников, да. Третье место... Ой, я забыл. Ну, третье место на 95. Давид Дадикян. Да. Эти два человека будут в претендентском пуле без проходных транзишн файтов. И теперь парень с четвертого места переборется с шестым транзишн файт. И с пятым места с седьмым местом золотого тура. То есть у нас еще... Раймонд Антонович, мы очень... Да, Раймонд Антонович, готовься парень. Ты будешь бороться. Он готовится, он будет показываться. И вот таким вот образом, таким вот образом, нас формируется восьмерка 95 килограмм. Вот как это будет происходить на следующем году? Вот будет первый этап, да? И там будет вот так восемь, восемь, как сказать, связках. Вместе имеется в душе 95 и плюс. Да, 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 да. И это будет один или это будет отдельный этап? Отдельный этап. Значит, скорее всего в Азии, на чемпионате Азии в Малайзии, в этом году, под конец июля, у нас будет топ-8 из двух категорий сразу. Очень много. Это будет поединки идут на два дня. Мы не сможем провести восемь поединок. Да, да, да. В свою очередь, первый этап может проходить по следующему сценарию. Или мы найдем площадку, чтобы все будут тоже так само вместе. И мы будем делать на два дня. Один день, скажем, 95, другой день там плюс 105 килограмм. Ну, или, скажем, 95 килограмм будет в одной стране, а плюс 105 килограмм будет в другой стране. Вот так. Да. Но, тем не менее, на контент это не влияет. Все равно на следующий год нам нужно сделать шесть хороших программ для телевизора. Потому что мы входим в реальный телевизор, не только в интернет. Для этого там те комнаты дальше показывают. Это будет отдел IT, где будут ребята сидеть и монтировать только в фильме. Под телевизор. Это и битрейты другие, и звук другой, и все другое абсолютно. И комментарии тоже, естественно, все по-английски. Квалитат. Давай. А на каком, если можно узнать, языке? На канале. На каком канале? Да. А мы договоримся сейчас одновременно с 20-30 каналов. Это пачка будет идти вот так, супер. Для нас интересно Казахстан, для нас интересно Армения, для нас интересно Грузия, естественно, Украина, Россия. Вот эти каналы мы будем покрывать. В каких каналах, где будем об этом обсуждать. Естественно, те фильмы, которые мы будем давать, они будут в бесплатном просмотре для публики этого канала. Вот без топ-8 был злотый тур, да? Ну вот, ты там сидел и смотрел, и ты все время смотришь, тебе тоже интерес не меняется, все время она там есть. Может, есть какие-то звезды, что ты видел, что-то какие-то, ну вот, о чем ты хочешь поговорить больше, чем только так. Вот кто тебя, вот, не знаю. Я скажу так. Каждый год у нас присутствует так званая категория смерти. Почему я так говорю? Потому что в таких категориях, как правило, присутствует 6, 7 или 8 чемпионов мира. И понятное дело, что никто не будет, и что все будут бороться до самого конца, да? В прошлом году такой категории смерти была 86 килограммов. Правильно? Да. В этой весовой категории было 39 участников. Было очень много. В этом году могло бы быть и больше, если бы у нас не была война с ВАФ, то у нас было бы больше участников. Но 86 килограммов – это одна из интереснейших весовых категорий. Смотрите, Салтыханов, Байсангур Салтыханов, суператлет. Травмировался немножко, на левую выиграл легко, правая травмировалась. То же самое Богдан и Вахненко. Все на него там постоянно кричат, нарекают, туда-сюда. Ребята, поймите меня правильно. Я смотрю только на цифры. Вкидаешь фотографию Богдана, любую, сразу – бум, тысячи просмотров. И все говорят, да он накручит. Да ничего он не накручит. Мы проверяли уже с каждой стороны. Тем более, что мы сейчас можем проверить, это накручено или не накручено. Вкидываешь любую фотографию человека, который, скажем, занял первое место где-то там на чемпионате. Например, или чего-то там – ноль. Понимаете? Это еще раз мы говорим о том, что мы сейчас, чтобы сделать нашу дисциплину спорта популярной, нам нужно очень много треш-тока, нам нужно очень много материала для того, чтобы людям показать какие-то даже не совсем очень хорошие стороны атлета. Потому что все привыкли, например, русскоязычное население привыкло так, что если спортсмен выходит и не пожал руку, не сказал, что я тебя уважаю, что ты суператлет, и я тебе желаю, и я тебе помогаю, то это плохо. Да, в свою очередь. А кто больше всего набирает, скажите, Конор Макгрегор или вот такие люди? Конечно, Конор Макгрегор. Я, например, ЛМА интересовался по стоку по стоку, потому что мне интересно было UFC, и мне было интересно маркетинг здесь. Это очень важно. А бои я смотрел в самом Лас-Вегасе. И, ребята, поверьте мне, с большим уважением до тех, кто организует это ММО-поединки, то скажу так, до финального, самого важного поединка смотреть-то нечего. Вот просто нечего смотреть. Вот вчера в зале смотришь 86 килограмм, прямо сидишь и не знаешь, что завалить. Все, все, без зал. 95, ну это просто какая-то фантастика. 105, еще лучше, плюс 105, 26 человек участников, да? Классно, супер. А там сидишь, смотришь 9 поединок первых поединков, да? Нечего смотреть. Вот просто нечего смотреть. Это вообще неинтересно, это нудно, это тошно. Это только для узкой группы специалистов, те, которые любят вообще ТММО, да? Да. Вот и все. Так само и у нас. Вот, окей, первое. Когда ты думаешь, первый армреслер заработает миллион в год? Когда это будет? Это близко, чем прошлый год, так сказать? Я скажу так, первый миллион армреслер наш заработает, думаю, в течение трех-четырех лет, не больше. Это деньги не будет непосредственно от нас. Это может быть спонсор? Это может быть спонсор, но прежде всего, ребята, деньги большие спортсмены получают не от спонсора, а получают из pay-per-view. Я буду подчеркивать и говорить это сто раз. Деньги на проведение турнира, на организацию всего-всего-всего-всего, только большие компании, большие спортивные фирмы получают из pay-per-view. Спонсор – это вишенка на торте. Иногда эта вишенка на торте хватает для того, чтобы организовать турнир. Я с вами согласен. Организовать среднего уровня, хороший, супер-турнир на сегодняшний день нужно иметь 10 тысяч долларов. Но вопрос, даже если вы кого-то попросите, и кто-то вам даст эти 10 тысяч долларов, это будут люди, которые экономическую составляющую не просчитывают. Они просто приходят и говорят, Раймонс, я тебя очень уважаю, чем тебе помочь? Я хочу провести Рига-Опен, мне нужно деньги. Я хочу, чтобы у меня был экран хороший, чтобы у меня были плакаты, и ребятам, чтобы были медали классные. А, еще не помешает, чтобы дать кому-то по 100-200 долларов. Он говорит, для тебя, друг, 10 тысяч я тебе дам. Но этот человек, который тебе даст, он только тебе дает, потому что ты его товарищ. Понимаешь? Если ты приходишь с презентацией, если ты людям объясняешь экономическую составляющую, в этом нет никакой экономической составляющей для спонсорщик. Большие деньги, которые получает футбол, это тоже самые ребята. Они получают с фирм, такие Газпромы, не Газпромы и тому подобные, нефтяные компании. Это политика. Понимаешь? Я президент футбольного клуба, там, Динамо, например. Со мной встречается, например, какой-то там человек-директор или президент компании нефтяной или чего-то там. Башкир, нефть или еще чего-то. Он мой друг, он говорит, классный у тебя клуб, давайте я дам миллион. Для него миллион, эти больше, это не его деньги, это компания изи. Понимаете? И вот на чем построен большой футбол. Вот если мы говорим про это, пей-пер-вью. Я слышал, что в Китае было 11 тысяч покупков пей-пер-вью. Ты, может, знаешь, сколько было вчера на больший финал? Нет, я еще не знаю. Я вообще-то пришел два часа ночи домой. Все буду разгребать. Мой офис не работает. В этом офисе сегодня написано только мы. Но интерес есть. Есть интерес. Все время побольше, побольше. Есть больше интерес. Во-первых, нужно делать качественнее. Так в прошлом году, после того чудовищного вообще года. Мало то, что у нас трагедия была, Андрей. Мало того, что у нас была ДОС-атака. И у нас все село просто. В этом АМОКу. Мы когда готовили пресс-конференции, у нас была классная пресс-конференция, на которой Андрей бы там шутил, и мы бы шутили. И вообще было бы очень весело. Но какие шутки в такой день? Надо было все это переделать. Переделать в течение одного дня. Все средства, имеется в виду руки, брошены были на то, чтобы поменять эти картинки, заставки, фильмы разного рода и так далее. Все нужно было поменять, чтобы как-то людям что-то показать. А потом нужно было принять решение, как вообще провести последний поединок. Многие обвиняли нас, что вы делаете, почему не дали побороться Цыпленкову с кем-то. Но вы просто такие тупые, не понимаете одной важной вещи. У нас человек, легенда, умер. Какой поединок вместо него можно заменить на Цыпленкова? Это во-первых. Во-вторых, нужно отдать уважение этому человеку. Нужно в этот момент все вместе встать в этой сцене и попрощаться с этим человеком. Попрощаться с этим человеком. А вы хотите, чтобы Цыпленков боролся с кем-то? Но это нужно быть просто плумным, для того, чтобы такие вещи вообще писать и предлагать нам. Но нам удалось это сделать. Конечно, было очень много критики по поводу того, что многие не могли посмотреть. Но, кстати, этих, которых было, которые не посмотрели, в процентном соотношении это было 10-15%. Ну и их хватило на то, чтобы кричать на весь интернет, что они что-то не могли посмотреть и тому подобное. А все же остальные смотрели, видели это. Потом уже начали мы переделывать все как положено. Сейчас уже все нормально. У нас уже и работает мобильное приложение на Android. Готовим мобильное приложение на iOS. Через 2-3 месяца появится приложение мобильное на iOS. И все, нет никаких проблем и дальше идем. Супер. Все идет впереди. Все идет впереди. Топ-8 до 2020. Не можно дождаться. Я думаю, 95 будет супер. Эти новые, которые попали в большой восьмерке, тоже супер. Красимер и Силай. Будет интересно. Красимер приехал и сказал Игорь, «Ну, так очень хочу попасть. Так очень хочу попасть». Я говорю, «Красимер, у нас есть система. Ты должен просто это показать». Показать. Но он показал. Вот смотрите, ребята. У нас был на замену Дмитрий Шмыков. Я тоже сидел там, смотрел и пересматривал. Думаю, Дима, ну блин. Ты замена, да? Ты как бы ближе уже. Топ-8 ничего не бывает. Да, да, да. И, к сожалению, Дима Шмыкова, к сожалению, ничего не мог показать. Ни в категории плюс, ни потом в абсолютке. Ну, абсолютно он даже не выступал. В общем-то. Да. И все. Так все правильно? Все, идем впереди? Все, идем впереди. Выбираем по схеме. Как и говорили, на следующий год в 95 и в 105, плюс 105, попадут уже ребята те, которые строго занимают первое, второе место в своей категории, с тем же они переболят за седьмым, восьмым место. Это логично. И если седьмое, восьмое место докажет свое место в восьмерке остается, если нет, добро пожаловать в золотой тур на следующий год. Да. Вот и все. Да. Спасибо, Дон. Увидимся. Спасибо, хороший год. Да. Спасибо.